Здравствуйте! На библейский портал XGET пришел вопрос. Гадалка сказала, что все мужчины в семье прокляты. Что делать? Возлюбленные, говорит Иоанн Богослов, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Конечно, не надо слушать гадалку, не надо к ней ходить, надо слушать Священное Писание. А Священное Писание нам говорит, что даже после падения Адама Бог его не проклял. Он говорит, проклята земля за тебя, то есть условия жизни твоей будут. Волочь стоит терния, она тебе произрастит. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. То есть восстает земля обстоятельства жизни на Адама. Становится тяжело жить, когда человек грешен. Но благословение Божие с Адамом сохраняется все равно. А вот когда Каин убивает Авеля, тогда Господь ему говорит, проклятый от земли. Проклятие, как полное молчание и как бы отказ Бога от человека по Каину, по этому эпизоду, может наступить только после очень тяжелого греха, когда человек в нем коснеет и не раскаивается. Когда у человека не болит душа о том, что он сделал. И он не просит Бога прощения. Вот такой человек раньше воспринимался как действительно, от которого Бог отказался. От возможности спасти, которого Бог отказался. Так это или не так, мы, конечно, не знаем. Мы верим, что Бог в своей любви не забывает никакого грешника. И если человек только начинает путь к нему, то Бог идет навстречу. Но проклятие, которое может наложить какой-то человек на мужчин вашей семьи или женщин, такого проклятия не существует. Это невозможно. Потому что Божие благословение с каждым человеком. Если какая-то темная сила, какая-то магия пытается на вас действовать, мучить вас, причинять вам болезни, то вы должны знать, что человек, живущий по заповедям Божьим, причащающийся телу и крови Христовых, защищен и не подвластен никому. Никто не может ему ничего сделать, если человек со Христом. Поэтому, если вас что-то смущает, надо брать всех мужчин в вашей семье, дарить им Евангелие, читать с ними Евангелие, уговаривать их идти на исповедь и на причастие. Для того, чтобы точно убедиться, что никем они не прокляты, а благословлены Богом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!